Приветствую вас. Я уже отвечал вам на вопрос, который вы задавали ранее. Вы, значит, писали тоже про коллегу, что она хорошо умеет, значит, ссориться, там язык колоть, вот. Но к вам у неё, значит, полное отсутствие сопротивления, в словах тоже. И вы, значит, пишите, что у неё яркая роль второго номера, не просто на готовности занимает ведомую позицию, но и прямо отдаёт образы правлению. Вы знаете, вот в совокупности с вашим текущим вопросом, я так полагаю, что вам нравится завоёвывать. Я полагаю, что вам нравится завоёвывать и покорять, вот. Но ни в коем случае вам не нравится, когда ситуация складывается так, как она складывается. В том смысле, что когда девочка проявляет себя как-то покорно, вы к этому не привыкли, вот, к тому, что вам не сопротивляются. И в вашем представлении, когда нет завоевания, когда нет такой вот, может быть, конкуренции, да, в этом смысле, в этом случае вам становится не совсем, не совсем комфортно и в этом смысле вы теряетесь, вот. Так что, я думаю, тут так. Вполне вероятно, что женщина чувствует в вас какую-то силу. Вполне вероятно, что девушка ощущает в вас доминанта и вам покоряется. Вот, в принципе, и всё. Это если в купе с предыдущим вопросом судить. Если же говорить о ситуации аутентично, то, на мой взгляд, девочка поступает абсолютно правильно, абсолютно естественно. То есть, если решили вы фотосессию устраивать, да, то, ну, тут уже, значит, трогать нужно позволять, раз решили фотосессию устраивать. Я не очень понимаю, о каких именно ограничениях вы говорите. И что значит безмидная, разрешает себя трогать, трогать. То есть, непонятно, о чем конкретно вы говорите, а какой конкретно идет фотосессия. То есть, если вы про интимную зону, если вы можете входить в интимную зону и девушка вам это позволяет, значит, вы с ней не просто знакомы, а тот, кого она хочет, объективно. Но ей нравится такая вот покорность в этом смысле. Если вы не про интимную зону, а просто про безлимитные приказновения, то, опять же, нужно понимать контекст, в каком, в котором проводилась фотосессия в целом. Вот. То есть, как вы ее устраивали, о чем вы говорили, какая тематика фотосессии и так далее. То есть, это вот такой достаточно важный момент, важное явление, и только тут можно понять, насколько неуместна и насколько выдающимся было ее несопротивление вам. По поводу того, что вы говорите некая вседозволенность, ведомость и покорность, мне кажется, слишком громкие слова для фотосессии, но в купе с вашим первым вопросом, который вы задавали в купе с ним, я полагаю, что вам, возможно, нравится то, что девочка такая вот, возможно, вам нравится то, что она такая покорная, то, что она такая вот. Позволяет вам все и так далее. То есть, это, вероятно, вас это привлекает, вам это нравится. Вот. И тут, опять же, лучше вам этот момент для себя принять. Принять, потому что это реальности, в которой вы живете. В первом вопросе вы об этом говорили, правда, не совсем понятно, в каком контексте. То есть, нравится вам это, возбуждает ли вас это или наоборот, отталкивает. Вот. Дальше. Почему девочка не ставит ограничений? Это может знать только она. Ее действия, ее поступки ведомы только ей. Да и то, в общем-то, не всегда. То есть, то не всегда. Ей это известно, не всегда ей это ведомо. Вот. Ведомо, точнее. Поэтому, вопрос скорее к вам, для чего вы хотите это понять. И что будете делать, к примеру, если девочка сама не знает, почему она так себя ведет. Вот вы ее спросите прямо, да, она... Скажите, да, вот я не знаю, вот в твоем присутствии меня вот охватывает такая беспомощность. И... Все. Все. Вот что вы будете в этом случае, в этом случае делать, например. Далее. Эм... Почему бы вам не спросить у нее напрямую об этом, раз это волнует. Вот. Особенно, если вы любите, ну, определенность какую-то, да. И так далее. То есть, ну, в этом смысле, вполне логично будет у нее спросить. Вот. По поводу малочувствительности нет. Нет. Это очень маловероятно. Далее вы пишете, да, мне эта девочка симпатична, иначе вряд ли вы нашли общий язык. А вот это интересно. Это интересно. То есть, вы находите общий язык только с теми людьми, кто вам интересен, получается. А если человек вам не интересен, то общий язык у с ним, получается, не находится. Не кажется ли вам подобного несколько странным? Лично мне кажется, что да. Дальше. Значит, в плане отношений на работе предпочитаю проявлять осторожность и действовать наверняка. Не очень понятно, что вы здесь имели в виду, Алексей. То есть, вот вы пишете, что в плане отношений на работе предпочитаю проявлять осторожность. И действовать наверняка в плане отношений, чтобы что, чтобы как. не очень, не очень этот момент ясен. То есть, вы имеете в виду, что рабочие отношения строите с осторожностью. То есть, осторожно выстраиваете отношения, там, например, с коллегами своими. Вы это имеете в виду. Или вы имеете в виду что-то другое. Вы имеете в виду, что вы на работе, если сближаетесь с кем-то, то предпочитаете действовать наверняка. Я вам могу сказать, что, во-первых, наверняка действовать у вас не получится, потому что в человеческих отношениях нет стопроцентной уверенности ни в чем. Это первое, если я хочу сказать вам. Второе, это то, что исходить вам нужно из того, что вы желаете для девушки. То есть, из того, что вы хотите для нее. Ну, что вы хотите для нее сделать. А у меня пока такое ощущение больше, что вы ориентированы не на девушку, да, а на себя. Как бы. Вот. У меня такое ощущение, что ориентированы вы именно на себя, на то, что вам нужно. Вот. В том числе и на покорность и вседозволенность. Вот. То есть, я пока не знаю, что именно для вас это значит, да. Вот. То есть, нравится вам это или нет. Но, я полагаю, что какое-то значение, определенное значение, это имеет для вас. И вот с этим значением в первую очередь нужно разобраться. Потому что, если девушка такая тассивная, то она, скорее всего, и дальше будет такой тассивной. Да? Вот. То есть, как я понял, она все вам, вот, ну, все в ваше видение верила, как бы. Вот. И вам надо бы себе на вопрос, на вопрос ответить на этот. Угу. Ну, я готов к тому, что она будет ведомая в отношениях, а я буду ведущей. Или нет? И если вы ведомый, уэ, если вы ведущий и она ведомая, то, ну, совершенно очевидно, что никакой осторожности, опять же, лично не идёт, то есть, создаётся от вас, заходите, она будет ваша, ну, насколько это возможно, да, то есть, опять же, неизвестно, свободна ли она, не свободна, вот, заходите, будет она ваша и будет она с вами, но, опять же, где гарантия, что другой такой мужчина, как вы, просто более, например, яркий для неё, её от вас не увидят, просто потому что она такая пассивная, то есть, нужно взвесить, вот, все вот эти моменты, все «за» и «против», и уже после этого действовать. Вот, то есть, тут, если и проявлять осторожность, то только в том, что касается ваших ожиданий от девушки. А ещё, что вот мне показалось таким важным, вот, что мне очень показалось важным, это то, что у вас есть пунктик насчёт конкуренции, то есть, есть вот этот вот пунктик по поводу, по поводу конкуренции, что, значит, что второй номер, я первый номер, то есть, такая вот конкуренция и борьба у вас идёт, и мне вот кажется, что на этот момент тоже нужно обратить внимание, насколько вы уверенный в себе человек. То есть, производите впечатление, это вы, да, уверенный в себе человек, вот, именно вы производите впечатление, но… на самом деле, на самом деле, мне кажется, что больше нет, чем «да», потому что ваши вопросы, желание действовать осторожно, вот, ну, то есть, это наводит на мысль о том, что вы, возможно, не уверены в себе, именно из-за вот такой постоянной конкуренции, борьбы, попыток понять, например, кто первый, кто второй, да, игнорируя при этом чувства. То есть, вот, вам нужно определить для себя значение вот этой конкуренции и первенство для, ну, в своей жизни. Может быть, разобрать его. Это ощущение, что вы с девочкой как-будто конкурируете, да, и вы, ну, пытаетесь её понять, что ли, как, ну, как конкурента, вот. Меня не покидают, это ощущение. Поэтому я надеюсь, что на эти моменты вы обратите внимание, вот, и уже, исходя из этого, будете двигаться. Вот. Что касается вашего вопроса, то я надеюсь, я ответил на него. Надеюсь, я ответил на него понятно. Ну, вот, хотя информации мало, безусловно. Вот. И замечу пока что, что вот, если вы хотите с девочкой сблизиться, то крайне деструктивная ваша позиция то, что вы пытаетесь здесь вот наверняка. Потому что не в отношениях, ну, не в любовных отношениях, но здесь вот наверняка. Да, любовь – это не то, где можно использовать такие термины, такие категории, как наверняка. Любовь – это не та. Так что, если у вас влюблённость, то, ну, опять же, для естественного развития отношений, да, лучше отделить то, что хочется, например, вам по той или иной причине, ну, то есть, хотите вы по той или иной причине, и то, что хочет, допустим, ну, девушка, допустим. И для себя, для себя, ну, необходимо отделить, разграничить эти две истории. Вам так, опять же, будет лучше. На этом всё. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.